Таиса Соченко Тон, разумеется, задает музыка. Как и изящно платье, кружится, когда мы танцуем. Девочки становятся как необычные девочки, а как будто они просто заколдовали, и они танцуют под волшебством. Мы принцессы. Данила Фомичев на всероссийский турнир в Сочи приехал из города Балакова Саратовской области. Сегодня он завоевал сразу три награды – кубок вальса, кубок чачача и кубок самбы. Как истинный кавалер в строгом костюме и с бабочкой, Данила ломает стереотипы и уверяет – бальные танцы – это спорт настоящих мужчин. Говорят, что это девчачья, но я поняла, что это для мальчиков, потому что там нужны мышцы, сил, чтобы, если виснет партнерство, можно ее поддержать. Спортивные бальные танцы – особый вид искусства и спорта подтверждают тренеры. Тренировки и выступления сопряжены с физнагрузками. Поэтому для того, чтобы безупречно выглядеть, нужна отличная физическая форма и выносливость, особенно когда речь идет о скоростных элементах и сложных па. А также о соревнованиях, где, как и сегодня, нужно было исполнить сразу несколько танцев подряд. Важно здесь и выглядеть эффектно. Судьи обязательно обращают внимание и на это. Это эстетический вид спорта, интеллектуальный. Поэтому на первом месте здесь все и музыка, и движение, и красота. И в костюме, и в макияже, и в прическах. Он развивает и культуру, и физику, и грацию, и пластику. И культуру ношения одежды, и культуру прически. То есть он такой многогранный. Дети, которые учатся танцевать на результаты, поэтому им очень дороги места, им очень дороги вот этот красивый паркет в этом зале. Они приехали показать свое мастерство из разных регионов России. Всероссийскому турниру «Жемчужина России» 22 года. И организаторы в лице Сушинской Федерации танцевального спорта планируют только расширять границы и выходить на международный уровень. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.